Подарил книгу Оставхева, встретился со студентами и рассказал жителям Поднебесной, почему в Сибири жить хорошо. Губернатор края Михаил Котяков принял участие в форуме российско-китайского сотрудничества в Харбине. Подробнее об этом расскажем в следующем сюжете. Будем рады видеть на берегах Енисея партнеров и гостей из Китайской Народной Республики. Посмотреть на красоту, а главное на высокий уровень развития и потенциал Красноярского края приглашал Михаил Котяков, жителей Поднебесной. Губернатор в составе делегации Российской Федерации посетил российско-китайское экспо. Четвертый форум сотрудничества прошел в Харбине. Там же глава нашего региона выступил на пленарном заседании. Михаил Котюков рассказывал об успешном опыте партнерства Красноярского края Китайской Народной Республики и новых перспективов в совместной работе. Регионы Китайской Народной Республики являются ключевыми партнерами Красноярского края. Наше взаимодействие развивается по многим направлениям. Деловые связи налажены с несколькими территориями Китая. А с провинцией Хэл-Узян и основным районом внутренняя Монголия у нас подписаны соглашения на сотрудничество. Михаил Котюков отметил, что за последние пять лет торговый оборот края и китайских регионов увеличился больше, чем в два раза. У регионов уже есть разные совместные проекты. Это лесоперерабатывающие, деревообрабатывающие производства, постановка целлюлозы, топливных билетов и многое другое. А в разработке еще ряд проектов в аграрной области и области технического производства. Например, спутниковая навигация, система беспилотных летательных аппаратов, связи и техники сельского хозяйства. Напомним, сопровождением инвестпроектов в Красноярском крае занимается корпорация развития Енисейской Сибири. Уверен, что многие решения мы можем добиться с вами вместе. И для российских, и для китайских предприятий это открывает новые возможности. Также губернатор в своей рабочей поездке в Харбин встретился с красноярскими студентами, которые сейчас учатся в вузах в Китае. Молодые люди рассказывали Михаилу Котюкову про образование и науку, экологию, сельское хозяйство, жизнь и обучение в Китае. Студенты, хоть и довольны учебой за границей, все же планируют вернуться в родной Красноярск. А после поручения главы региона могут вернуться и не одни. Вы всех зайдете в Красноярске. Все, кто встречаетесь, все в Красноярск поехали. Потому что там есть, у нас чем позаниматься и как себя реализовать. Еще один значимый визит губернаторов Поднебесной – библиотека в провинции Хейлунцян. Там губернатор нашего края внес вклад в отдел русской литературы и передал туда собрание сочинений Виктора Астафьева. Кроме того, теперь в китайской библиотеке есть фотоальбомы писателя и методические материалы для урока, посвященного столетию со дня рождения Виктора Петровича. Уверен, что книги, которые поступают в фонд библиотеки Хейлунцяна, позволят познакомить с фрозой Виктора Астафьева новые поколения читателей. Позволят лучше его понять, познакомиться с сибирской природой, о которой также очень много писал Виктор Петрович. Контакты, установленные в ходе визита, не только укрепят партнерство двух стран, но и помогут создать новые экономические и гуманитарные проекты в регионах России и Китая. Ксения Гречихина, 7 канал.